МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, толерадуя компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Святых хлеборобов на Гомельщине почалась уборка с Божжа. Як выконываются дорученники рауника державы и якие проблемы хвалюют мясцовых жихароу? Перший вице-премьер Беларуси Миколай Снапкоу наведаў Добруш. Трыжыці Айсідоры Дункан. Спектаклі з алементами хореографію бачылі гості Палацева-Паркова гансамбля. А зараза б гэты меншым больш падрабязна. Перший вице-премьер Республіки Беларусь Миколай Снапкоу наведаў градоутворальныя прадпраемствы Добруша. Упалнаважаны прадставнік президента Пагомельскай в області даведаўся об поспяхах мясцовой промысловасці і высветлів, які пытанні особліва хвалюють гараджан. Падрабязнасті ў репартаже Миколай Скинціяна. Фарфоровы завод у Добрушы – адзінае прадпраемства ў Беларусі, якое вырабляе фарфоровы посуд. Яго поспіхі дазваляюць ўпеўнена сказаць – завод на добрым рахунку. Миколай Снапкоу, який раней працаваў надзвычайным послом ў Китае, Радзіме Фарфора, оцаніў працю добрышских майстров і пропанаваў выгадную ідею. Попробуем продвинуть продукцію добрышской фабрики в каждое посольство в полном объёме, с тем, щоб наши послы угощали друзей наших із беларусской посуды, із беларусской символикой. Экспорт фарфорового завода складае больше як 70%. Основны рынок – Россія. Але добрышскую продукцію поставляюць і ў Заходнюю Европу. Пандымія ускладнила контакт з замежными партнёрами. Тым не менш, ситуація паляпшаецца. До верасня на заводе усталюць інноваційную машыну з Испании. Яна як прынтер наносець малюнки на посуд. Важнейшым момент визиту – сустрэча с коллектывам предприемства. Яна прайшла просто і як говорить не по протоколе. Прапанова вице-премьера – провести на заводзе дадатковую эмісію – добры способ патрымаць закрытое акціонерное таварыства. Пытані супрацовнікам, што вы хателі б палепшыць ў сваім горадзе, пасаправдамо жывіла гутарку. У делу діалогу працтавніков мясовай улады зарабіла яго більш конструктывным. Былі просьбы пастроїць басейн, пастроїць стадіон. В рамках того, што вазможна, канешны ж, мы зделаем. Створення нового завода па виробі кордону стало саправдным випробуванням. Зараз керауніцтва прапріемства упеўнена адзначає. До конца года обсталявання буде запущено. На об'єкте заденешаны 160 чоловік. Буде уніччая і пусконаладочная работа ў штатным режимі. Супрацовнікі аустрійській компанії «Андрец» скончили аудыт. Як ви знаєте, продукція кордонна крайне вастребована. Это буде в том числе экспорта-ориентированне предприятие і з большим уровнем импортозаміщення, тому що на данный момент упаковка широко применяється, екологически чиста, опять же, упаковка. І в тому числе і є і імпортна составляюча в Беларусі. Поэтому предприятие буде выполняти две важні функції. Экспорт і імпорт. В цьому році ми уверені, що воно заработає. Тому, що воно буде еффективним, сомнений нет. Новий уполноваженний протеставник президента Пагомельської області створджає. Основная мета таких визитів – стимулювати регіональне розвитчо. Ви следите за висказуваннями президента нашої країни, і ви видите, що следуюча п'ятилетка буде посвящена регіональному розвитку. Тому дуже важливо розуміти, що потрібно, як потрібно, де потрібно і коли потрібно. С точки зрения транспортної інфраструктури, здравоохранення, образування, с точки зрения создання комфортної життя в регіонах. Миколайський інсіян, Валера Гапанько, Телерадуя, компанія «Гомель». Готого тижня гомельські аграры чекали з нецерпінням. Наша в область приступила до адказного етапу – уборця збоживых культур. Старт кампании даў традиційний абрат зажинки. На святі хліборобаў у Добрушськім районі сёння побывала Ганна Коральчук. Зажинки гэта старожитна вязковы звычай, звязаны с початком жнева. Яга удзельники просяць об багатому раджае і об тим, каб собрать яга безстрад. Жыдают здоров'я тим, хто на полях. А ў наші часы до гэтага добавляюцца і просьбы об стабільной праце техніки. Сё літа для проведення сакрального абрату ў Добрушськім районі обрали палі ксупа барона. Богосподарка керуе самым молодых директору районі. Так тут хочуть показать пероемнаць покалінняў і тое, што молодць можа скласть і годныю конкуренцію старожилам. По словах Максима Талкачова, виды на урожай збожжевых ў гэтам годзе саправды добрае. В этом году ў нас пасеяно 300 гектара зимого рапса. Он ўже весь смолочен. Намолочено 624 тонны. Урожайнаць составила 20 центнерів з гектара. Також нам ўбирать 1635 гектар азимых зерновых, 300 гектар яровых. Примерно урожайнаць где-то 35-40. И к уровню прошлого года мы где-то полтора-два раза больше ў нас будзет валовый сбор зерновых. По традиции, перший сноб нового урожаю жнейка зажинае сярпум, што символізує пашану доручной працы. Яго отдаюць господару палёв. А кроме того, усім керівникам господарок Добружського району ў якості обярэга уручили лялькі жніцы с колосками з першого сноба минулого года. Свої подарунки отримали і головные героя свята – комбайнёры і механізаторы. Їх ушановали представники профсоюзной організації, громадського об'єднання «Беларусь» і Беларуського республіканського союзу «Молодзі». Один з головних атрибутів зажинок – каравай з муки летошнього урожаю – вручили переможцю жніва 2019 в Добружськім районі Александру Давыдзенка. Для самих комбайнёров добре слово і стимул, і натхнення. Зараз головная задача – собрать урожаю спраяльный термін і без трат. Жніво не може чекать тому, празгадзину свято завершаюць, і комбайны выходят на палетки. Уже 38-я уборочна в моєй житті, можна сказати так. Всього літо має бути хороший урожай, навіть можна сказати отриманий по сравненню з тим годом. Рапс убрали, зараз будемо троксикалю убирати, потім будемо убирати пшеницу. Це зависить від агронома і від дзеріка. І від погоди. Як 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 від погоди. Семі до дев'яти – це мінімум. Так, 14-часов. Ми вже починаємо. Который раз із пяти часов пробігаємо. То продуться треба, то помазати комбайн, то обглезти комбайн треба. Ну, ось такі у нас роботи. Усяго, у гетім годзі під уборку колосових збожжевих у Добружськім районі засіяно 23 тисячі 700 гектар, що на нікалькі тисяч більш, ніж літось. І аще каля трох тисяч гектар займає кукуруза на зерні і 18 тисяч 600 – кормовая кукуруза. Ганна Коральчук, Валері Гапанько, та і ля радіокампанія Гомелі з Добружського района. У Гомельськім Аблваканкамі прайшло пасядження комісії па справах непаўнолетніх. На їм обмярковалі пытання профілактики рецидивной злочинності і здяснення злочинства групами падлеткаў. Сустрэча проходзіла ў формаці видая сія лектора, ў ёй прынялі ўдзел прастаўнікі усіх районав Гомельщаны. Пытання об рецидивах сяродраней адсуджаных трымалася на саблівым контролі, бо за шеў місяццаў минулаго года гэтае категора падлеткаў здяснела 14 злочинстваў. Сё лето дзякаучы суб'ектам профілактикі гэтае лічба знизілася до 2. Што тычыцца групавой злочинності, тут адзначаецца невялікі рост – с 50 до 52 злочинстваў, ўчыненых за шеў місяццаў у минулым і гэтым годзе адповедна. Отмечаем, соответственно, те районы, которые по итогам полугодзе текущего года імеют рост преступности, у нас отмечается таких девять районов. Это Светлогорский район, Мозырский район, мы будем говорить так же и о Жлобинском районе. Поэтому постараемся их заслушать. Травлянский район, где тоже празошёл рост преступлений в совершённых группах. У Мозыры прайшёл веезный семінар-практикум для старшыняў советаў депутатов базового озроўню. Головная тема – роля органов мясцового керавання і самокеравання у забеспяшэнні комфортных умов пражывання і повышэння якості життя насельництва. Знаёмство з районом почалося на предприемстві Мозырскія молочная продукты. Старшыня райвы конка Малина Паулешка распавала об соціально-экономічном развиті района. Удаўніства – аграпрамысловый комплекс, промыслово-соціальна сфера і укладу ў будучыню – инвестиційная дзейнасть. Буйный инвестиційный проект на протягу десятих годов реализовався і на Мозырскіх молочных продуктах. Котельня с сучасным обсталяванням, більш компактна і безпечна. Модернізація окупілася менш, чим за три годы, дозволювши поміншить собі кошт і полепшить якость продукції. І як выник стать більш конкурентоздольними. Хості побывалі на вытворчості, доведались об кадрова і палітиці предприємства, середні заработні плати. Сьогодні яна більш як 1100 рублів. Яшы одна актуальна тема – здорові работників. Тут одна з головних умов – регулярна диспансеризація. В начале года Елене Федоровне мы на согласовання предоставляем график прохождения диспансеризации всех предприятий, организаций, учреждений, которые находятся на территории Мозырского района вне зависимости от форм собственности. Мы практикуем выездные формы работы. Мы выезжаем на предприятие, и человек не отвлекается от работы в течение 37 минут, вплоть до того, что кардиохраму, все общие биохимические анализы крови. У нас есть передвиженое пульмо-экспресс, мы делаем все, отрабатываем это на предприятие. Работу установу «Эдукации» разглядають на прикладе 16-й школы. Яна у городі – самая новая. Якось навучального процессу подтверждають шматліки дипломы и перемоги на интеллектуальних споборництвах усіх узровняв. Под керівництвом наставника гистории Владимира Гимбута у школі працює філял Калинковицкого клуба военно-гисторичной реконструкції пошук и музейный покой, экспозиція якого присвячена операцій по вызволенні Мазара і Калинковичаў. Меньше слов, більше дел. У нас музей не просто как музей, а это практическі лабораторії. Діти участвують, вот вы сами видите, в различных проектах. Мы изучаем архивные документы, снимаем военные фильмы, они изучают историю своей семьи, дедушки, прадедушки. И даже уже несколько человек со мной, с согласием родителей, принимали участие в раскопках с 52-м отдельным поисковым батальоном. Самый урочистый и важный момент семинару – открытие жлоха шматкватерного дома на бульвары юнацтва. Тут будуть жить молодые семьи и семьи войсковцев. После переразания символичной червоной стушки депутаты смогли оценить комфортные умовы, створенные для новоселов. А так само – зарабить огольные висновы. Основной целью выездного нашего семинара совещания «Мозорский район» являлось посмотреть практику роль органов местного управления самоуправления именно по реализации комфортных условий проживания, а также повышения качества жизни населения. Сегодня мы посетили и производственные объекты, и социальные. Надо сказать, что «Мозорщина» для нас является флагманом в Гомельской области именно как в производственной сфере, так и в социальной. Все убаченные и почутые обмерковали на пленарном посередине, которое отбилось в Мазырском райвыконке по выниках семинару. Марина Джалая при поддержке телеканала «Мазыр». В эту неделю податковой службы Беларуси исполняется 30 годов. На переддне профессийного свято у Гомеля отбылся урочистый сход. У делу им принял министр по податках и сборах Республики Беларусь Сергей Наливайка. За поспеховую працу супрацовники областной податковой инспекции отримали гоноровые грамоты и подарунки. Министру першую чергу отзначил узладженную працу усягу коллективу, який на высоком узровне выполнял поставленные задачи. Перш за все наполнение бюджету. У Гомельской области яго формируют 19 тысяч юридичных особ, амаль 30 тысяч индивидуальных предпринимальников и больше, как 450 тысяч физичных особ. Поступление у консолидованный бюджет в области за 6 месяцев года перевысили 1 миллиард рублёв. У тымлику у республиканский бюджет пераличено больше, как 200 миллионов рублёв, у мясцовые – 872 миллионы. По мере развития беларуской суверенной державы податковая служба нашей краины пройшла шлях поэтапного реформования. У правнаний с большостью краин Евросоюза мы маем один из самых коротких пераликов податков и больш низкие ставки. 98% доброохводных платежов досягаются за кошт самых сучасных и инновацийных подыходов. У приватности в области створены центры по обслуговыванию платежиков с выкористанием системы электронной чарги. Это значительно экономит час как специалистов, так и податка плательщиков. Протягивается работа по информатизации «Халинны». Мы для себя ставим задачу в 2023 году выйти на предварительное заполнение декларации для платежиков. 90% субъектов хозяйственников предварительно будут от нас получать уведомления с начисленными налогами. И уже их право будет воспользоваться этой предварительно заполненной декларацией или использовать какие-то свои имеющиеся ресурсы. Жидковицкие сапропелли выходят на внешние рынки. Цекавость до белорусской продукции проявляют у Германии и излученных штатах Америки. Пробные парты отримали становочие водгуки и зараз иснуют у всем отчимасти нарушивать экспорт. Как добываются жидковицкие сапропелли, где выкористовываются, а так само кольки их споживают на внутреннем и внешнем рынках, доведался Дмитрий Котау. Это самое буйное озеро у Гомельской области. И червоная. Ненавито тут знаходится каля 80% запасов сапропелли в регионе. Сдобывать их начали еще в 70-х годах минулого 100 года. Процесс, до речи, и сегодня, не глядяши на существенное обсталевание, довольно складанный и долгий. С початку земсноратор житевляет с добычу с одного озера, потом на протягу года проходит обезвоживание сапропелли в чеках. Это участки земли обсталеваны дренажной системой. Площадь чеков может досягать 3 гектаров. Каузара с предприемством житкович и химсервис, заденнейшее 50 таких участков. Их распроцовкой, случайно, начинают заниматься поздней весной, альбо на початку лета. Головное, чтобы максимально поспело подсохнуть хлеба. Сама заготовка – это тоже продолжительное время, потому что чеки с весны, вы сами знаете, снег, дожди, все это, они не высыхают так, как нужно. Мы начали работать по старой технологии, как раньше работали. Мы запускаем гусеничный трактор, начинаем их утаптывать, чтобы влага больше ушла в землю. Потом начинаем чистить их от растительности, если растительность успела, а она успевает. Чистим от растительности еще это. И потом только начинаем уборочные машины слоями снимать сухой слой сапропелля. Далее сапропелли накеровываются на вытворчую базу для кончатковой опрацовки. Тут они могут заховываться до 10 годов. Приезжают машины, они взвешиваются, затем сапропелли уезжают либо под навес, либо они сбортуются в бурты. Там они хранятся и потом по мере необходимости мы эти сапропелли берем и используем для производства. Сапропелли долгий час поспехово выкористовываются у земляробств, нафтоздобычи и медицине. Основный споживец жидковицких сапропелля – у Беларусьнафта. Продукция выкористовывается в буровых растворах. Так само ей активно набывают сельские господарки для повышения уродливости глибы. Повторый час попыт истовывал только на внутреннем рынке. Однако с минулого года снова начали звертаться замежные покупники. Последние два года мы намываем это в сухом виде уже сапропелли. 15 тысяч, 16 тысяч тонн в сухом виде сапропелли. На Беларусьнефть у нас договор подписан уже второй год подряд на 7 тысяч, 7,5 тысяч тонн в год. Ну и другие, которые мы находим, ну партнеры наши, но более такие мелкие. Около 5 тысяч тонн забирают. Кто-то на грунты берет, кто-то за границу также брали. У нас на Америку брали, на Германию брали сапропелли. Пробные парты, накерованные у Германию и США, отримали становшие водгуки. На нарушивание экспортных позиций некольки поплывала пандемия. Однако зараз бизнес снова начинает оживать. И на предприемстве «Житкович и химсервис» упевнены, что мясовые сапропелли станут популярными и за мяжой. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель», «Житковицкий район». «Три житти Айсидоры Дункан» – оригинальное действие спектакля с элементами хореографии убачили гости Палацево-Паркового ансамбля на гэтым тыдни. Мероприемство проходило под открытым небом. Пьесу Зиновия Сагалова представили Народный театр студия «Классик» и Народная студия сучасного балета «Тандем». С допомогой танца, слов и живых скульптур, они распавяли про житё великой танцовщицы, отданной великому мастацтву. Джаз и классика сплялись у ее творчасти в особливую зъяву. Якую про сполстагодзе назовут стилем модерну танцы. Сценой для постановки стала пляцовка грота-палаца, якую ранее практически не задейничали. Супрацовники музея вырошили разнаставить формы работы и дать ей новое житё. Мы понимаем, что имеем колоссальную базу для каких-то новых мероприятий, нового формата. И если белая гостиная – это всегда высокий профессионализм и высокая культура исполнения как таковая, то, наверное, хотелось дать возможность гомельским актёрам, исполнительным, самодеятельным, участникам самодеятельных коллективов как-то себя реализовать и показать то, что они могут на данный момент. И об спорте. У Мазыры працует один на регионе Академия ММА. И она открыта при поддержке Белорусской Федерации Панкрацион и смешанных боевых одиноборствов. Вероника Гамзюкова наведала установу и познайомилась с тренерами и спортсменами. Своих выхованцев уголовный тренер Академии Александр Горох вучит не конфликтовать помеж собой, а допомогать один-одному. Першопочатковой суды приходится научиться обороняться и оболодать приёмами. А с часом у спортсменов з'является ожидание выступать на споборництвах. ММА у Беларуси зараз переживает бум популярности. Навод подчас пандемии регулярно проводятся бои. Царот белорусов в смешанных одиноборствах Вядомые Андрей Орловский, Артём Дамковский, Алексей Кудзин, Павел Катрунов. Сегодня УФС – это громадное шоу из тех же спортсменов, которые участвуют в этих мероприятиях. Если он хороший боец, но он себя ведет скромно, тихо, он, наверное, не интересен. Он должен быть распиарен, он должен звучать где-то не только в октагоне, но и в обычной жизни. Павел Катрунов у свете ММА, вядомый, як торнадо, выступает 12 годов. За этот час Мазыранин завоевал звание майстра спорту международного класса по панкратионе и универсальным боем, майстер спорту по ушу санда и рукопашным боем. Становился шматрозовым переможцем и призером республиканских турниров. Усписи поспехов и перемога у белорусской лизы профессийных боев Макс Файт. Я отправил заявку по интернету. Все отправили и мне дали бой. Если я его выиграю, то я участвую. Пацан был Ислам Гугов, очень сильный. Он третий сезон, он вышел в финал, но по травме он снялся и не смог участвовать. Он неоднократный чемпион мира по грэплингу. Большое количество боев у него было. Ну, ниндзя вообще. И все думали, что не придешь. Реально очень хороший парень был. И я его выиграл в первом раунде. И не просто, а удушающим. А пошние три года Павел Катрунов провел у Китая. Там он тренировал мясцовых спортсменов. Зараз у Беларуси рыхтуется довертание у октагон. Тренер спортсмена каже, что его подопечный еще не до конца реализовал свой потенциал. Если мы с Павлом правильно зайдем соревновательный процесс, проведем пару проходных боев, он почувствует себя в октагоне, почувствует, что действительно готов, то будем дальше двигаться. Надеюсь, что еще все впереди, еще не все медали завоеваны. У Мазырском филиале Академии ММА сегодня займается больше, как 100 бойцов розного взрослого. За три года тут поспели подрехтовать 8 майстров спорта и больше за 100 кандидатов. Шесть выхованцев клуба включены в состав сборной краины по панкратионям. Вероника Гамзюкова, Максим Савин, Павел Антонов. Телерадио-компания «Гомель» из Мазыра. Это и атак сама иншая новина. Информацию об проектах телерадио-компании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Добрых вам выходных день и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok